Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где каждый день мы постим, размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь, чтобы вы разбирались в событиях новостных и основных тенденциях, ну и, конечно же, использовали эту информацию через конкретные торговые сделки. Ну что ж, сегодня мы подводим итоги двухдневного заседания американского регулятора. Точнее, они были подведены регулятором еще накануне вечера, но сейчас мы разбираем уже по горячим следам. Индекс доллара котируется на отметке 93.35. Я очень рассчитывал на то, что в этот раз мы с вами получим конкретную железную установку от ФРС, когда нам стоит ориентироваться на коррективы американской денежной политики, потому что только лишь ответ на этот вопрос и вот эти обозначенные сроки помогут нам окончательно разобраться, что делать с долларом дальше. Но, к сожалению, друзья, даже нахождение индекса доллара на тех же самых уровнях, что и в начале недели, что и днем ранее до заседания ФРС, указывает на то, что американский регулятор оставил все в подвешенном состоянии. Давайте разбираться, что было сказано, что было прокомментировано. Глава американского регулятора Джером Пауэлл очень много говорил про основные параметры американской денежно-кредитной политики, ссылаясь именно на то, что может повлиять на их изменения. Это на занятости, на инфляцию. И на, опять же, вот этих столпах, как я привык говорить, инфляция, занятость будет отстраиваться, конечно же, и дальше американская денежно-кредитная политика и решения, которые предполагают ее ужесточение. Так вот, занятость, по мнению Пауэлла, в августе, мы помним по цифрам, очень сильно просела. И Пауэлл сомневается в том, что рынок труда сможет довольно быстро вернуться к мощной тенденции роста и восстановления. В принципе, даже после этого комментария можно было понять сразу же автоматически, что никакого сокращения программы количественного смягчения сейчас не будет. Потому что Пауэлл, по сути, начал оправдываться перед тем, что еще не огласил касательно перспективы программы Кьюи, ссылаясь на сохраняющиеся проблемы. Нисходящие риски для экономики остаются. Все это последствия вспышки нового штамма Дельта. И американская экономика все еще дисконтирует эти риски. Ковид не отступает, и мы постоянно касаемся этой темы, понимаем то, что она еще омрачает перспективы американской экономики. Поскольку ФРС все-таки проактивно настроенный регулятор, они смотрят вперед и видят то, что впереди эти риски, текущие риски, все так же актуальны, могут быть, как и сейчас. Поэтому, как отметил Пауэлл, вопрос о сокращении программы количественного смягчения даже сейчас и не обсуждался. Но, конечно же, ему пришлось прокомментировать, что в целом думает регулятор касательно этой программы, которая сейчас составляет 120 миллиардов долларов в месяц. Пауэлл отметил, что если все-таки и заинтость, и инфляция начнут стремиться к целевым показателям в последующие месяцы, то каждое последующее заседание регулятора будет тем самым, когда ФРС может анонсировать первое ужесточение монетарной политики. Также он отметил, что сокращение программы количественного смягчения – это далеко не знак равно последующему повышению процентной ставки. То есть, фактически, Пауэлл вернул нас к 2013 году, когда мы помним, что разрыв между окончательным сворачиванием экономических стимулов и повышением процентной ставки составил, по-моему, даже больше года. Сейчас ситуация может повториться. Что касается лично моего субъективного мнения, что будет с американской политикой дальше. Я обращаю ваше внимание, друзья, на то, что Пауэлл неоднократно подчеркивал, что заранее предупредить инвесторов, трейдеров, что какие-то коллективы в политике могут случиться. Если руководствоваться этим и прикинуть, что до конца этого года нас ожидают два еще мощных заседания – это ноябрьское и декабрьское, я думаю, что если по итогам этого месяца, по итогам октября, отчеты по Non-Farm Perils будут действительно классными, когда количество новых рабочих мест будет выше 750-800 тысяч, в этом случае у ФРС будет возможность говорить, что рынок труда прогрессирует, нивелируя все негативные последствия ковида. Поэтому вот на этом можно будет выстроить позицию касательно того, что пришло время для изменения политики. Продолжим дальше эту идею при таком раскладе, на который, кстати, многие еще полагаются и считают, что именно так оно и будет. Значит, на ноябрьском заседании американский регулятор анонсирует первое изменение политики в декабре. И только лишь под самое закрытие этого года мы с вами сможем увидеть решение от регулятора, которое предполагает ужесточение монетарной политики. Но декабрь, друзья, даже ноябрь, если все-таки говорить про изменения, намеченные потенциальные изменения политики, и ориентироваться на ноябрь, еще очень много времени. Поэтому до этих пор я считаю, что мы по-прежнему можем смотреть на то, что происходит с американским рынком долга, с американским трежерис, которые снизились, кстати, после вчерашнего заседания ФРС, сейчас котируются на отметке 1.30, я думаю, дальше будет снижаться. Сам факт того, что доходность не подросла, говорит, что рынок не закладывается сейчас и не стал закладываться под то, что вот созрели условия для скорого ужесточения монетарной политики. Поэтому индекс доллара, который рос в последние дни, мне кажется, что этот рост был связан не с тем, что на рынке росла убежденность, уверенность инвесторов в том, что какие-то коррективы политики будут, ФРС политики. Доллар получал поддержку только лишь на кризисных явлениях, которые транслировались всюду, как возможные сценарии, если случится дефолт китайского девелопера Evergrande. Мы о нем говорили очень много, сейчас эта тема уже не так актуальна, потому что, надеюсь, вы следите за новостями, знаете, если нет, отмечаю, что те долговые обязательства по облигациям, которые должны быть компанией выплачены сегодня, они будут погашены. Это уже комментарий руководства Evergrande. Откуда они взяли деньги, ну, эта история умалчивает, но мне кажется, что все-таки власти Китая не оставили эту ситуацию без контроля, пусть они официально не сообщили о том, что они помогли компании, но деньги были точно получены от властей. Это значит то, что кризис, банкротство и дефолт Evergrande на текущем этапе пока что отменяется, и если доллар действительно рос на том, что повышался спрос на защитные активы из-за риска повторения ситуации с крахом Lehman Brothers, то сейчас доллар уже можно не покупать. Сейчас можно обратить внимание на фондовый рынок США, S&P, который снова коснулся 4400 пунктов, и на факте того, что американский регулятор подтвердил, что будет и дальше снабжать экономику огромным количеством денег, S&P можно дальше спокойно покупать, как прогнозировали аналитики JP Morgan. В частности, цели 4500, 4700, они все так же актуальны. Вернемся к индексу доллара. Я до ноября, друзья, подержу шорт, моя долгосрочная сделка небольшим объемом, без свопов, инструмент, который позиционно опирающийся на фундамент в моем представлении, может стать хорошей инвест-идеей. Что касается других инструментов, по-прежнему спекулятивно рекомендую шортить, спекулятивно, краткосрочно-среднесрочно, не путайте с долгосрочной рекомендацией по индексу доллара, и не нужно писать в комментариях, как такое может быть. Краткосрочная сделка по евро и фунту, это все еще вниз до тех целей, которые были обозначены ранее. Это 1,35-1,36 по британской валюте, даже 1,35. Думаю, что сегодня заседание Банка Англии, до заседания Банка Англии, итоги которого будут подвинены в 14.00 на московском времени, в 11.30 выйдет статистика по производственным секторам и сферам услуг. Я думаю, что регулятор не сможет позволить себе сейчас намекнуть на скорые сроки ужесточения политики, что будет воспринято негативно теми, кто смотрит на фунт с позиции покупок. Это может дать дополнительный импульс вниз. Ну и индексы рыночных настроений, индикатор рыночных настроений, в частности, Кайман, который я часто для вас анализирую по активности трейдеров и клиентов компании Амаркетс, указывает на то, что действительно евро и фунт еще могут очень неплохо прогуляться вниз. Австралиец также в шортах держим цели 0.71 без изменений. Что касается рынка нефти, вырос бренд до отметки 75.54 на данных по запасам. Я думал, честно говоря, что реакция будет более сдержанная. Но рейтинговое агентство Fitch вчера понизило прогноз роста ВП Китая с 84 до 81%. Если говорить про рост рынка нефти дальше, я думаю, что он, в принципе, сейчас лишен каких-либо фундаментальных триггеров и тракеров. Все, что можно было, мы ранее исчерпали, когда добрались до цели в 75. После чего и сейчас, я думаю, что рынок может дать еще коррекцию. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok